Чёрный по белому Примеряет человека к Богу А какое место в этой религии Отводится дьявол? О, прекрасный вопрос Кстати, этот вопрос я увидел в одном из комментариев К нашим передачам Я благодарю человека, который задал этот вопрос Ну, начнём с того Я хотел бы начать с того, что многие даже не знают Откуда понятие иудаизма Самое распространённое, что, а мы знаем, почему иудаизм Вы потому, что Иуду Который Христа нашего продал Распяли, да Вы Иуду этого восхваляете То, что вы распяли Христа, мы знаем А вот вы Иуду распаляете Вы Христа нашего не приняли Вы его убили Вот поэтому иудаизм Но вот концепция такая интересная Давайте начали объясним нашим дорогим телезрителям Тем, кто не знает Я говорю, что многие знают Я уверен, что многие это интеллигентные люди Мы не будем считать всех за быдло Но вместе с тем кто-то может не знать Объективно не знать При этом не будучи быдлом Не будучи быдлом Мы не хотим оскорбить наших зрителей Не дай Бог Не дай Бог Просто я быдло назвал Антисемитов А, ну только антисемитов А таковых среди наших зрителей нет Ну только чисто Не должно быть С документаторов есть еще много Окей, да Но они, наверное, не смотрят То, что комментируют Так вот иудаизм Название нашей религии Это очень просто Откуда оно идет Были три праотца библейских Авраам Исаак И Яков И у Якова было 12 сыновей Откуда произошел весь еврейский народ Они были начальниками 12 колен И один из этих сыновей Вызывали Иуда А Иуд У нас в иудаизме И в еврейском народе Как в Ани в России Правильное произношение Это слово Игуда Так вот это было Самое многочисленное колено И потом государство Осталось называться Иудея Потому что вот этих Иудеев То есть потомков Иуды Сына Якова Это было самое сильное колено Самое сильное колено И самое многочисленное Их назывались Иудеями Вот и все А остальные колено Десять колен Они были уведены в плен Еще 2800 лет назад А сирийцами Их нету Поэтому сегодняшние все Не ну периодически Их там где-то находят Где-то находят Но большинство евреев Сегодняшнего мира Они потомки вот этого Иуды сына Якова Поэтому к Иуде Искариоту Предавшему Христа Никакого отношения К сожалению То есть я бы сказал наоборот Иуда был назван Как и многие В честь этого самого Иуда библейского Да-да-да То есть это обычное Такое очень распространенное Еврейское имя Да А теперь про сатану Ну надо сказать Что многие люди думают Что евреи Не приняв Как считается В христианском мире Христа Стали поклоняться сатане И что чуть ли не Бог ваш сатана И что чуть ли не Вы сами сатанисты Ну например Есть очень много Всякого бреда Понятие сатаны Сатана Это еврейское слово Дамы и господа Сатана На еврите Называется Сатан Сатан Это сводит с пути Это ангел Название ангела Который сводит с пути В отличие от христианства Есть много различий У нас в Торе Между христианской концепцией Где Сатана восстал Против Бога Где есть Страшная война Сил добра И сил зла Где Люцифер И князь тьмы И антихрист Он придет И будет уничтожать мир И так далее И так далее У нас в иудаизме Этого ничего нет У нас есть библейская книга Иова Одна из книг Ветхого завета И там Кстати Святая идея христиан Точно так же Там написано Сатана Был один из ангелов Искуситель Который приходит к Богу Вот так вот Как шестерка Говорит Можно я вот там Человека Потестирую Бог говорит Можно Есть Побежал Протестировал А потом Можно я еще раз Ему Бог говорит Нет Он говорит А что значит Протестировал То есть Как бы Попытался Искусить Соблазнить Был такой Значит Человек Персонаж Вызывали Иов Или Иов Многострадальный У него было Десять детей Если я не ошибаюсь У него была семья И он Теперь я понимаю Почему он был Многострадальный Вот По этой истории Десять детей Вот И потом Сатана Вы правильно говорите Сатана Говорит Богу Слушай Он так тебя любит Потому что у него проблем нет Давай я ему Сделаю проблемы Бог говорит Ладно Давай попробуем И он от тебя Отойдет И сатана Убивает Десять его детей Убивает Его семью Разоряет Этого человека И человек Не отрекается От Бога Все равно Пройдя Страшное 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 Несчастье Теперь мы зададим себе вопрос А почему Бог Его так вот тестировал На самом деле Еврейские мудрецы Объясняют Иов Иов Полноценным Полноценным противником Он во первых Не противник А служка Во вторых Он не восстал А всем приходит Кланяется Можно 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 Да Нет Нет И без Бога Который не мог Не может Делать Ничего Это в Библии Господа В Библии В Торе В наших книгах Ветхого завета Нет ни единого слова О том что Сатана восстал Против Бога То есть в общих книгах Еще раз повторяем В общих книгах Ветхий завет Это такая же Святая книга Для христиан Как для иудеев Совершенно верно Теперь мы дальше идем Многие задают вопрос Вот как здесь падшие ангелы Действительно Была концепция Падших ангелов Но это не сатана Это другое Это была концепция Что были ангелы Которые вот Завидовали людям Бог им сказал Давайте мы вас на землю Спустим Соблазнитесь вы Лет Они не выдержали тест То есть на небесах Конечно Петь Арии Богу Намного проще Чем в этом мире Что-то мне это напоминает Ну ладно Потом идем дальше Про сатану Опять-таки Но вместе с тем В чем мы совпадаем С христианством И с чем мы совпадаем С исламом Что в конце времен Когда придет мессия Бог сатану уничтожит За что Если вот казалось бы Он такой служака Добрый, отзывчивый Да, да Все делает Что Бог ему говорит И тут есть такая Древняя притча Притча очень простая Что был царь У царя был сын И сын вырос И царь решил сына проверить Он пригласил в дом Проститутку Очень красивую Молодую Заплатил ей денег Сказал Слушай, попытайся Моя сына соблазнить Вот мне будет интересно Как он поведелся А я буду смотреть Там издалека Но не переусердствуй Ну чтобы вот как Будут с одной стороны Соблазнять А с другой стороны Вот ну не сильно Чтобы у него был Хотя бы выбор какой Там не сильно оголеть И она пошла Но она Чересчур Преуспела И все-таки Соблазнила сына И конечно Царь это Бог В этой метафоре Сын это человек Проститутка Это дьявол Которого функция Это и соблазнить А потом наказать И Бог потом уничтожит Сатану за что? За то, что он Переусердствовал То есть он упросил Все это делать И дал лицензию на это То есть как бы Хотелось как лучше Хотелось как лучше А получилось как всегда Но в Торе В иудаизме У нас нет такого понятия Что сатана И подчиненные ему Многие ангелы разрушения Так называемые демоны И ангелы соблазнения И ад Который обслуживается Тоже всеми этими демонами Тоже ангелы Как вертухаи Такой большой гулаг Но все это будет уничтожено После прихода Мессии Это будет уже не нужно Но нигде нет о том Чтобы сатана Значит восстал Также в Торе Нет конечно и понятия Первородного греха Это понятие христианское То есть нет такого Что человек рождается С грехом Нет Мы в иудаизме верим В Торе Что человек рождается Совершенно Невинным И сам выбирает Имея свободу выбора Кем он быть подлецом Или порядочным человеком Поэтому Но это кстати извините Я вас перебью Это интересная Вот такая Скорее философская Богословская тема Поскольку Она конечно требует Более широкого освещения Вот в иудаизме Есть все время Вот единство и борьба О противоположность С одной стороны Вы только что сказали Что человек сам выбирает Свою судьбу А с другой стороны Все судьбы человеческие В руках Божьих Бог направляет Да И при этом человек выбирает Вопрос прекрасный Вопрос прекрасный Ответ на него есть Тоже в наших книгах мудрых Ответ Он адаптированный Простой Но мы постараемся Адаптировать Для нашей аудитории Вы представляете себе У вас есть жена И вы знаете Что ваша жена Например любит розы И ненавидит гладиолусы И какой-нибудь приятель Приходит на день рождения И спрашивает Что ей купить Вы ему говорите Ну купи розы Она гладиолусы ненавидит А он не верит вам Он покупает ей гладиолусы И она их выкидывает Вы с одной стороны Заранее знали о ее выборе А с другой стороны Ваше знание Никак не повлияло На ее действия Поэтому то же самое С Богом Его априорное Знание заранее Как человек поступит Оно не притягивает Его к этому И не лишает Его свободы выбора Это парадокс Секундочку Бог знает Как поступит человек Но человек может поступить Не так Как ожидает Бог Или нет Человек может при этом Он поступит Не так Как ожидает Бог Но Бог заранее знает Как он поступит И при этом Знание Бога Не притягивает его Ни к одному из выборов То есть он не навязывает Своё знание Он не навязывает Своё знание То есть он дает ему Свободу выбора А вот как ты выбрал Так и по тому пути и пойдешь Совершенно верно Совершенно верно И Кстати немножко противоречит С христианством Тут есть Тут есть Несостыковки конечно И поэтому мы не верим В первородный грех Мы не верим в то Что грех Адама И Евы Повлиял на всё человечество Ущербными духовно Нет Это не так Каждый человек Отвечает за свои поступки И тут нет такого Коллективного Коллективной печати Хотя элемент Коллективного наказания есть Как например То что женщины рожают В муках Или то что мужчин Должен тяжело работать Чтобы зарабатывать Тут есть масса противоречий Но вместе с тем Мы верим в абсолютную Свободу выбора И мы верим в то Что Сатана Из него не нужно делать Что-то такое Большее Чем то что он есть Хотя при всём При этом В наших книгах написано Что силы зла Обладают конечно Колоссальной силой Бог им дал эту силу Для концепции Свободы выбора Но сатана Относится к силам зла К силам зла Как например Ну как например Жестокие вертухаи В тюрьмах Являясь частью Тюремной системы И входя в государственный Аппарат Могут быть абсолютными Извращенцами И садистами Которые уничтожают Заключенных Выходя тем самым За рамки Закона За рамки Превышая свои полномочия Превышая свои полномочия За что они ответят То есть силы зла Превышают свои полномочия В конечном счёте Они за это будут наказаны Абсолютно Они будут за это уничтожены Но никакой битвы Между добром и злом Не предвидится На духовном уровне нет Но будет битва От Армагеддон Как мы говорим Когда придёт Мессия Мессия придёт Он будет в Иерусалиме И битва Броса злом Это будет как Финальная попытка Холокоста Это описывает Пророк Езекииль То есть все Страны зла И кстати Пророк описывает Среди них будет И Персия Современный Иран И африканские страны И многие другие Они объединятся Под предводительством Такого злого лидера Которого будут звать Гог Может быть это пример И он пойдёт на Израиль Чтобы Израиль уничтожить И пророк описывает Что будет страшная война И весь мир Большинство мира Будет против Израиля Это будет последняя Финальная попытка Решения еврейского вопроса И пророк описывает Оружие Пророк описывает Вот эти какие-то Жуткие железные машины Которые будут идти И потом В последнюю минуту Когда мы уже будем думать Что всё кончено Бог Сделает интервенцию И сожжёт И испепелит Всё зло Которое есть Вот эта битва Добра со злом В долине Армагеддон У нас в Израиле И после этого Все антисемиты Извините пожалуйста Надо прояснить Очень многие наши зрители Наверняка не знают Что такое вообще слово Армагеддон Да это Хар Магеддо То есть Гора Магеддо Это древнее еврейское слово Конечно же Которое много лет То есть его просто Произносят вместе А это на самом деле Два слова Гор это гора А Магеддо Это название горы Кстати видел я эту гору Горушка Это так себе У нас горы маленькие У меня один приятель Из Армении Здесь был Горы Горы Говорит Ребят Всё вы горами называете На самом деле Это холмики у вас Вполне может быть Вполне может быть Ну для нас У нас на безрыбье И это горы Скажите А вот Как вы сейчас описали Вот эту последнюю битву Между добром и злом Мне почему-то вдруг Вспомнилась Шестидневная война Ничего похожего Аналогии нету? Конечно Чудо победы В шестидневной войне Оно не укладывается То есть все были против Все были против Ирак был против Иран по-моему Там не участвовал особо Но Ирак-то точно Ирак был против Ливан был против Иордания была против Саудовская Аравия Сирия Египет Ливия Марокко Судан Аюм-Кипурская война У нас на одного Нашего израильского Солдата было До 500 Арабских солдат Вот была статистика Это война Йом-Кипура Это война Судного дня Да Вот тогда Зло будет уничтожено И после этой битвы Весь мир Бог снимет шоры Весь мир скажет И все люди скажут Что давайте Будем все вместе Людьми прежде всего И Бог Исполнит Пророчество Иса И что Третий храм будет На храмовой горе В Иерусалиме Это кстати не значит Что должна быть уничтожена Мечеть Я много раз об этом говорю Моим друзьям мусульманам Вы думаете Что мы хотим уничтожить Мечеть нет И Мессия не будет уничтожать Там будет место для всего Бог может и гору сделать больше И для всех место найти Бог может И слона В игольное ушко пропустить И при этом Слон не станет меньше Не игольное ушко не станет больше Бог может все И вот тогда Все народы мира Станут молиться Одному Богу Противоречия исчезнут Все думают А как это произойдет Это будет чудо Потому что естественным путем Это невозможно Люди все ненавидят друг друга Конкурируют друг с другом Завидуют друг другу Это будет поэтому Чудесные мессианские времена И я кстати хочу добавить Еще одну вещь Вот так как мы говорим Про храмовую гору Сейчас у нас Напряженно с этим вопросом Многие мусульмане Мне пишут На моей страничке в фейсбук И спрашивают меня Вот вы там хотите храм построить Мы не можем сейчас храм построить Я хочу чтобы вы это поняли И позиция главного раввината Израиля И позиция многих раввинов Что третий храм Бог с небес спустит чудесным образом Он будет создан Из наших добрых дел Каждый его кирпичик Это доброе дело Которое материализуется И строит этот храм Дальше То есть человек его построить не может По большинству Вмений еврейских нет Нет Это будет чудесное Такой вот Из небесного Иерусалима Сойдет небесный храм И станет материальным Второе В храме По торе По пророчествам Должны служить Потомки Арона Брата Моисея Коины Священники на иврите Но в Талмуде Написано И в многих наших Священных книгах Чтобы человек Мог служить в храме Ему надо иметь Генеалогическое древо Которое доказывает Его происхождение От Арона Сегодня это ни у кого нет Ни у кого Коинов этого нет И только Мессия Сможет определить Кто настоящий коин А кто нет А сегодня у нас есть Традиция У нас есть устное Предание семейное Многих семей Что мы коины Мы потомки Арона Сегодня служить в храме Некому Нет генеалогических древ Поэтому представимся Если мы даже построим Разозлив Весь мусульманский мир Служить в этом храме Некому Поэтому не пугайтесь Пожалуйста Мечеть Будет стоять На храмовой горе Пока не придет Мессия А потом она будет Дальше стоять И будет там стоять Иерусалимский храм тоже И Бог Который тот же самый Бог Которого вы называете Аллахом Мы называем Богом Это тот же самый Бог Он всех удовлетворит И каждый будет счастливым И со всеми разберется И все будет хорошо И мы все потомки Авраама Мы все потомки Мы все из одной семьи Все наши распри Останутся в прошлом Поэтому не волнуйтесь И не пугайтесь Жаль только жить В эту пору прекрасная Дорогие друзья Программа Черным по белому Прощается с вами Спасибо Спасибо вам Михаил Финкель Доктор Равин За этот интересный рассказ Я много интересного узнал Спасибо вам За этот короткий промежуток времени Спасибо дорогие друзья Что были с нами Всего доброго До свидания Спасибо 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин